Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого и это продолжение ФФА-сериала За Россию Фидмейр Сивилизейшн 6 Райзен Фолл. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу или есть в описании к этому видео. Всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а всем остальным, приятного продолжения просмотра. Карфаген встретил. Собуду про этот рост скаута совсем. Так, только мы вернем Смоленску. Водяная мильница. Давай мы сначала закончим с иниптуса. Мне кажется, там... Может что-то выйти не по плану. Как скажешь... Кантус... Не знаю, давайте... То есть вы хотите поодиночке нас как-то пытаться спилить, так что ли? Почему нет? Ну, видимо, в следующий раз нам будет Смоленску сразу вас вдвоем поодиночке бить. Так ты так и сделал с немцем. Я один на один не убил. Все честно было. Причем ему еще даже помогали деньгами. Ну ладно, справедливо. А почему ты думаешь, что это пойдет не по плану? Блин, какой дебильный инженер. Да, объясню, какое предчувствие. Ну что, нет, никто не даст мне. У меня все еще нет, Виктос. Я бы с радостью, но у меня ее просто все еще нет. Один ход. Ну и честно говоря, если прямо... Раб предложения. Не, пора уже не заключать с тобой союз, Алексей. Здорово. Ты не знаешь, что я с тобой буду воевать? Просто союз с тобой уже пора не заключать. Да, не объясни. Я по твоим гайдам работаю. Учился у лучших. Да, у меня лучший сенсей. Игры только вот. Я так думал бы. Моим сенсеем. Не играет в последнее время. Ну и где... Какие-нибудь... Культурные штуки. О! Чудо еще нашлось. Ну если у меня за два-три хода не дадите, то все, не попка. А если дадим? У меня будут танки такие же, как у него. Личественные. Я могу сказать, что я не дам. Забириться не хочешь со мной? Когда мы там сможем, если мы еще не можем. Да, не против. Я не очень понимаю твои движения. Ты на Перса, что ли, пошел? Ну, он войну мне тоже объявил. И ты решил не забирать ни Гонконг, ни Арн. Прям 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 к Персу идти? Нет, у него просто войска стояли. Но между прочим, войну не объявлял. Это автоматически кинулся, когда ее кинули. Интересные ребята играют. Кому это волнует наше время? Так, не будет ни Фи, да? Ну, нет, нет. Мы все до сих пор не предложили. Так, а почему ты первый не работал в Иерусалиме? Все, может, демократию лучше взять? У тебя ману разили, в смысле? У тебя ману разили. Я его не вижу. Четыре канализации. Понятно. А тут посижу, у меня нет аэродрома. Ну, я так понимаю, что... Ты... То есть, скорее всего, вы вдвоем мать будете. Сначала на меня, потом... Сначала на... На Микс, потом на меня вдвоем вместе. На тебя, возможно, и втроем. Ну, если, правда, Фантом не передумает со мной дружить, тогда мне, конечно, придется упариваться с Фантома. Ну, Том, я к тебе даже карванчики начал пробить. Карванчики дружбы? Да... Ну, мне просто больше не в комэ. То есть, если ты решишь меня забрать, что не так просто, как мне кажется. Потому что я от танков, ну, очень близко. Я их специально просто не учил. И нефть у меня есть. И деньги есть. Если ты вдруг решишь все-таки меня забирать, то... Тогда мне придется уже умирать со временем. Даже если отобьюсь. Потому что мне только не... Создать три армии или армады ему. Ну, либо с Лешей, я дружить не хочу. Он уже мне показал, что... Вот такой вот ты, да? Так ты сам меня предал, Алексей, в смысле. Смотри, Фан. То есть, ты говоришь, я сейчас пойду на Фантома напасть. Говорю, нет, ты нападешь на Фантома, тогда я тебе... И ты говоришь, тогда да, вот... Фантом мне друг, а ты мне не друг. Потому что ты мне не даешь на Фантома напасть. Нет, ты просто показал, что Фантом для тебя важнее, чем я, понимаешь? Нет, вы меня оба важны. Если бы Фантом сказал, что он на тебя нападет, я бы точно так же сказал, что Фантом нет. Ну, раз ты уже не в союзе со мной, то, конечно. Теперь, если Фантом решит на тебя напасть... союз всегда можно заключить думаешь а можно не заключать три армии ну я бы на месте ребят уже тоже приставал с тобой союз держать ты не хочешь побоевать не сильно я просто вижу как бы все войска фантома и нападение особо не поиграешь у него очень много войсок очень очень много то есть то что у тебя это где-то половина я вижу менять и суду него тысяч нет но и 1900 носит мы трое он был может быть отбились бы где у меня вообще производство нормальная я везде какие вы не так уж и много кроме на сибу повоевали александр у а ты можешь шартует слегка демократии ускорено они в одном и поле мне кажется это слишком позднее там не союза чего держится на честном слове если ты понимаешь о чем да ты честное слово даешь если мы с тобой делим мартишку и я пока точно не могу сказать но скорее всего идем на персик с непонятно что там пояде векса ты знал что они вот так играют вместе когда мы начали играть кто знает каждый раз по-разному просто мог меня предупредить что я буду вместе я же не знал господин ул с кем тимплей конечно же легче вдвоем нет так и так для корды зас правильно по-твоему надо действовать что поляк один должен был идти араб должен сказать не все ты идешь на колонца начать я не буду его захватывать или как или египет не должен поучаствовать если речь не хотят всех уничтожить а потом как мир с тобой нет у нас игра до 150 хода на счет как минимум если фантом заберет голландца я думаю что у меня обгонит по счету тут разница между нами 130 очков то есть это уже один из вариантов победы для него то что при этом еще египтянин и араб в войну влазят так это народ минус не кажется поляку как он может быть в ядре если у него нету нефти это чисто порт знаешь как мешочек с конским порошком тепло там хим атак куда-то все то же самое фантом я бы я бы очень лучше продалил и и 20 ходов это не так опусти свой кусочек если муж есть проблема и сюда пойду ты можешь ко мне приехать да есть перс и пока он слабше чем ты пусть того как перс упадет будешь ты да не ребят ну вот вы посмотрите на алексея он взял себе норвежца он имел возможность пойти или на меня или на египтянина но он не пошел знаете почему думаю знаете тяжело управляться большим количеством городов перса захватывает так на минутку ну там вроде только начал не может ходить по твоей территории нормально круто круто так у нас бегает бегает бедает давайте тогда из не знаю из ставангера пусть ровнина это надо вырубать все мне мы что-нибудь на заглянул случайно на этого на губернатор в коне дополнительное да на удивление без арты я не могу его города пробить не бьются медленно поэтому как минимум гонконг сначала бери и может отвалится валет и уничтожить ее нафиг реально да блин два подряд один сбежал другой по поиску нет мы то я видел что пойман шпион польской империи антон дала потом на счет хорошо так и надо еще одну какую-то может из этих из каперов сделаем фигасе вы успели походить почти все тут уже давно надо вот это убрать ну ладно я открою демократию там не новое будет все новое будет да не по фэн-шую но тут надо взять плюс 50 процентов создание воздушных юнитов полин я так открыл сейчас уран увидим ну чё кто считает движущий она еще рано есть все ураны один под районом даже замечательно инженер долимый алексей а ты же армию построил да чудо ракетостроение такой аркот таракотова нет я просто думаю может разведчик ну типа он как археолог по какому то принципу стал и потом он ходит по моему да нет это известный бак что периодически не только разведчик я могу тебе все юниты привезти и будут ходить по твоей земле какой-то бак что после союзов почему-то у одного остается ну хочешь я уйду разведчиком я не буду ходить мы вроде все равно с тобой не воюем тут особо нечего смотреть чудо можно поймать если ты еще не увидишь сверху это просто именно интересно знаешь интересные моменты с куча куча клеток не обработаны у меня тут вообще просто бессмысленные великий человек по моему мнению блин бонапарт массы и вертолётики может поднастроить юнитов для того чтобы два три четыре чем казака ходу есть 5 10 11 если появится про остров 12 ну вот этого первого уровня можно объединить предположим так что у нас с наукой 5 у поляка наука больше чем у меня смысл у него много я не вижу сколько технологий у него 49 ну ну да не меньше сорока пяти с нормально работает иногда как-то по кривому то есть иногда ты типа правую часть на больших иконки и оно слева типа открывает да нет все танки покруче будет чем петоковая да драм вообще у меня 59 именно за счет считаешь с 20 425 5 5 6 7 Так, это убираем, арсенал демократии, плюс 2 влияния, на операции шпионов на 50% меньше, может быть, может быть, бонусы соседства для гавани нафиг надо, новый курс возьмем, возьмем содержание юнитов, воздушные юниты пока нет, нового времени эпохи атома, а там бипланы бонус соседства для промышленной зоны, а ты еще не допал, так у меня союз же с этим, может общественные работы еще взять пока, в начале не нафиг и все, не думаю, что это проблема, кстати, а ты знаешь правила про ядерки Курзас, у меня такое ощущение, что у нас уже нет никаких правил, по игре вообще так ощущается, вроде есть, ну короче, про ядерки там просто что-то ты знал, потому что это достаточно важно, заход до того, как ты строишь Манхэттен, именно проект Манхэттен, нужно сообщить, ты еще не нарушил это правило, потому что если нарушил, то уже, ну как бы, дальше можно не рассказывать особо. Перс, Перс, скажи мне, пожалуйста. Пригород, ну нафиг надо, пригород еще далеко. Ну вот, когда ты строишь проект Манхэттен, заход нужно сказать, и будет голосование, зато остается через ядерный клуб, вот, но это уже, я думаю, если нужно рассказывать, когда будет строиться проект Манхэттен, главное сказать заход, чтобы мы успели сделать сейв и загрузиться, чтобы промка не копилась. Тропический лес, я тут повырубал кучу тропических лесов. Знал бы, что мне придет этот ученый. Ну тут маловато, ученица стоит, но маловато. Вот тут, кстати, пока еще можно что-то сделать. Неприятно. Тропический лес у нас, вот, раз, два, три, четыре, например, здесь, да? Ну сюда. Пришли двигаться вперед. К славным победам. Мы, кстати, Египет можем на военный союз поменять сейчас. А можешь со мной продлить. Ну ты все еще не вступил. Ну и я с перцем вступлю. Тебя, так все плохо. Последи их тусовым. Не, почему, просто быстрее. Освободи как-то. Убит шпион арабской 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 ждем пока что здесь построить давайте аэродром или может космопорт здесь вроде производства не мало 74 санкт-петербурге 72 в смоленске нет лучше аэродром чем не военном лагере нужен этот военный инженер купим пусковые шахты ставить сторону поляка лучше театральную площадь строители вы же себе не нужна конец таки шо фантом ты только так но здесь не пройдет а эти теграторы называются у меня он точно будет просто держать не удержит что они меня будут под анакси с кутиным самолетом посмотри в чем фишка не сейчас это вдвоем собирать плюс плюс один мне так и мир не кинулся скорее всего в трэмбу как нас распилить не знаю как они потом там так будет разбираться то что они своим кружком так вот перед этот сто процентов ядерками пилим дальше друг друга насчет если алексей улетает скорее фантом уже может улетать да не у него больше науки плюс у него по техам он сильно вперед идет смотри ты сейчас собираешь по идее как сильно вперед то есть фантом ты уже в информационной эре и кто кроме тебя там нету ну больше у тебя тихо звучит все до у нас и рокового и появился конечно в центре всех я вот думаю что ядерками надо на египет идти числе ядерки изучит и закидают о египет стал целью египет кризисного союза из-за чего из-за гонконга так лучше на авиации ускорено расщепление ядра 2 электростанция что я не открыл их еще для главе любил хорош красавчик а что у меня с культурой да не у меня бы не получилось вряд ли приехал посмотрел у них так что там за инженера еще еще не взяли ну что делать примета тут стоит рабочий фиг знает сколько уже видимо тут давайте еще из полянки всех выгонять поздно я конечно строителями занимаюсь но лучше поздно чем никогда как-то повысить ладенько потом там отпишитесь кто победил интересно здесь два варианта или фантом или резки я думаю что щенок курдиза сбрасываешь существу за завучу спирить и современными танками есть ничего делать со стой даже высокоречки не помогут но там уже поедет ловенько пошел так электростанция нужно купить и построить где-то еще тут все ускорено там этот последний город сейчас упадет не учитель бог и батарея ну что я успел наконец всеми походить нет еще не всеми что с радуровами дела разграбляют правильно да курдизация чуть и манец и гейдельберг отваливаются это те черные моты я предлагаю сладину мир он отказ фактически сейчас втроем втроем да смысл не он отваливается и минуту по рояльности но я думаю нужно загружать я видел как у фантома попались юниты если у меня есть там засады смысл а что фантом вылиться в разу в разу да это предыдущий да это предыдущий код это это вот 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 или художественный музей поставить художественный перезаключать со мной у нас с тобой остался а это уведомление еще съем но она криво работает почему-то денег вход поленки давайте еще попробуем перекупить и так все шпионы у меня стокгольме ожидания так здесь что строить еще строителей и он завершён так электростанцию петербурге надо купить а здесь наверно построить интервещание ангар исследовательские гранты продолжим когда там уже у меня золотой век прихода тут народ ведь все упадут с героического ну может тоже золотой правда в любом случае науки у них поменьше будет это просто героическом голландия уже не выйдет остался у нас больше только 485 он в композитах явно у меня танков не будет я наверно пока в демократии останусь местный вот бонус кампуса и промышленной зоны поставлю там танки поехали и наверно плюс 50 при создании воздушных юнит я может дополнительное золото при угольной торговли это будет примерно не знаю оставлю пока так линии ядра исследовать два хода 4 хода как я открыл вообще современные эти улучшен авиацию чудо вау да хорошая чудо рапта опять что ли в мало городов играл но я просто к сарикой территории небольшая суда точнее интересует вот такого хорошего чуда ничего не ставим дожди даже я ничего не слышу сейчас извини танки ездить нет начало хода что-то по принималось что-то пооткрывалась так чего ты там не ставил и про какое чудо прессами сервера который сверху но далеко достаточно было от каира от столицы я не сильно хотел туда начали идти потому что было поздно тут кучу неважно было не заселить тут кучу культуры еда есть производство есть очень неплохо тут город бы встал ну я начали низ опять же хотел закрыть себя на ходу видел что мисс фонтон потом там уже было ознавопада немножко вот 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 то построить отвалится валет и я бы просто уничтожил на самом деле 33 строителей надо как дверь электростанции давайте нефти надо ли мне обрабатывать нефть вообще и уже идти в уран спокойно этом золотой век у меня один ход на подождите нового времени как эта карточка действует и на бипланы тоже нового времени эпохи атома так где этот город утрачивает лояльность к этому плюс почему-то пошел и 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 Я, честно, даже не уверен, что, читая проекты, кто-то его заберет в ближайшие годы в 25. Ооо, а чё так много? Я сам в шоке. Так он стоит 35 тысяч веры или 53 тысячи золота? Гигант. Да, слушайте, я столько ни разу не видел, чтобы великий ученый стоил. Сам в шоке. Можно как-то, знаешь, по... Может, он как-то считает по общей науке или что-то такое? Не, там считают очень просто. Если идет разбор великих людей с опережением, то следующий становится дороже. То есть, если, допустим, в текущей эпохе все разобрали, остались только следующие. Они даются, но дороже. А после него будет уже нормально дешевый. Рабочий. Перс, что хочешь за шпиона моего? Напади на желтого, на саладина, пока он этот бьет, либо на Египт. И мы, я тебе дам шпиона. Вот так, да, с тобой мир заключать? Хорошо. Никто выяснилось, пока мне еще мир дневник, но... Лука, здесь ты заглютишь с ними, а мы с тобой точно не играем. Ну, значит, тогда... Значит, тогда... Собь там... 200 монет хватит. Не, я с ним мир заключил чисто из-за того, что у меня уже усталость от войны очень большая была. А, ты уже и мир заключил? Ну, отлично, значит, с желтым я справлюсь. Не, вряд ли ты с ним справишься, а у него сейчас самая сильная армия. Нормально. Да, слушай, я тут на самом деле двумя артами вообще город не пробиваю. Надо будет... А если вот так, Перс, посмотри? У меня тут танков много, а арта одна. И я в города упираюсь просто. Так, 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 что мне тут надо электростанции сделать еще. Никак сюда в день бежал. Ну, 200 жалко, может быть, 100. Не, тогда еще... Что-что? Я говорю, вообще так отказываюсь. Чего? Такой жлоб. Ну, блин, посмотри, у меня 2300 денег. То есть 200, ты мне больше 10% у меня просишь. От всех моих денег, которые у меня в ход не так уж и много. Значит, пусть у меня обсидит, ему здесь нравится. Устроишь ему допрос с пристрастием? Ему или ей. Сейчас мы глянем. Энесса. 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 У него Энесса. Боже, что он делает с Энессой? Нет. Ну, может быть, это выявая маскировка. На самом деле, это Энесса. Армия Таиланда, или что? Нет. Слушай, Курдизас, они просто в ахине смотрели на шпили собора. Зачем ты их заходил? Зачем ты их заходил? Это ж перс, он злой, он наказал этого немца. Между прочим, вы немцу золото кидали, поэтому... Прямо в лицо ему, да? Помню. Сейчас просто уже некому кидать. Блин, Египет, у тебя только 3 промышленных зоны, и все. У меня не намного больше, мне тупо, но у меня есть их ставить эритически, но по факту особое негде. А че, за чего вы так вот так производство не надо вообще? Ну, нету, ну, то есть на плюс 3 есть пара мест в двух городах, в основных мест даже на плюс 3 нет. Ну, даже на плюс 3 это достаточно, чтобы бахнуть в промышленную зону. Это очень решает. Это очень важно из-за очков, из-за того, что, ну, промка дает, ну, идет вообще халявная, то есть житель ее не обрабатывает. Есть бомусы различные, там, под счастьем, такие вот. Плюс, это мастерская тоже дает. Ну, и самое важное, это вокруг, вокруг стольника, в общем сделать кольцо из промзоны, вертикальной интеграции. Блин, еще спецов забыл посадить. Опа, собор Василия Баженова. Прикольно. Так, отложим холодную войну. Ощипление ядра. Можно... Блин, да, хочу отложим в профессиональный спорт, что ли. Открывать потихоньку. Ощипление ядра, следующим ходом открою. Можно будет устроить проект Манхэттен. Ну, у перца города перестали отваливаться. Как так. Там можно губернатор, который садил снизу-наверх. Не было с ним, а там губернатор и все равно отваливались в предыдущие эпохи. Ну, выжил бы в золотой век, видимо, а не в темный. В темном. В темном, точно. Я как бы... Ну, я был в героическом, стал в золотом. Там в единоте. Ну, я на эти города особо и не давлю, на самом деле. Ну да, у него свои больше давят. Ну вот, поляк захватил голландцы, 650 науки в ход стало. Как вам? Ты меня опережаешь на шестих. Ну, это же какая-то мелочь, а кинь-гавань там. Вот последние тихие, но нифига не мелочь. Как не последние тихие, я опережаю по техам, которые там вдали. Я и торговца еще должен забрать, смотрю. Ну, кстати, достаточно быстро покоряйте, да, Ван. В практике читаются, там нормально унесеет. 60-1 очко. А, это ты, наверное, везде лабу построил. Да. У меня только те, что достались от голландцев. Голландцев лабу построил? Да. Здорово. Да, 2, 3, 4, 5, 6. У меня конкурса хорошая. Там, ну, троечка там есть. Хоть где-то у меня столько. Те, Алексей, больше демократия нравится. Мне кажется, сейчас коммунизм умеете. Да, коммунизм лучший, я брал по своей причине. Там в демократии что-то... Шо-то было. На этом пока все. Продолжение запланировано на завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok